Утро нового дня Алексей Сорокин Открывает утреннюю программу Исторический хронограф Я передаю слово моему коллеге Журналисту Евгению Слюняеву Исторический хронограф Здравствуйте! Сегодня, 5 января Отмечается Международный Разгрузочный день Отмечать праздники легко Главные правила Международного Разгрузочного дня Отказ от переедания И активная прогулка 5 января Это и день байскаутов Добровольные принципы скаутского движения Привлекают многих активных людей Помимо здорового образа жизни Они учатся работе в команде Получают навыки индивидуальной работы Совершенствуют свои волевые качества Имеют возможность постоянного совершенствования Своих умений и навыков В Боснии, Сербии и Черногории За два дня до православного Рождества Отмечается народный праздник Туциндан В переводе на русский язык Название звучит как Тучный день Это первый день Из трехдневного празднования Рождества Для праздничного стола В этот день забивают Барашка или поросенка Которые будут готовиться На следующий день А подаваться на Рождество А в некоторых местах Главным украшением праздничного стола Становится блюдо из индейки или гуся 5 января в 1731 году В Москве зажглись первые уличные фонари Было установлено 520 масляных фонарей Они зажигались с 1 сентября по 1 мая 18 ночей в месяц Когда на небе не светила луна 5 января в 1762 году На российский престол вступил Петр Третий Личность и деятельность Петра Третьего Долгое время расценивались историками Единодушно-отрицательно Однако затем появился И более взвешенный подход Отмечающий ряд государственных заслуг императорам 5 января в 1933 году В Сан-Франциско Началось строительство моста Золотые ворота над проливом Мост стал национальной гордостью американцев Он восхищает не только размерами Длина моста больше 2,7 километров С подвесным пролетом Высота в середине моста 66 метров Высота двух главных опор 230 метров За свою красоту этот мост получил много призов Он один из самых узнаваемых мостов в мире 5 января в 1954 году В Ульяновске открыто движение трамваев Намерение организовать в Симбирске трамвайное движение Возникло еще в 1910 году Но помешала Первая мировая война К замыслу вернулись в 1918 году Но и на этот раз его не удалось осуществить Правительственное решение об устройстве трамвайных линий в Ульяновске Вышло только в 1948 году По выходным дням на строительстве работали представители всех предприятий города 5 января 1954 года От Северного трамвайного парка В сторону железнодорожного вокзала Ульяновск-1 Отправился первый трамвай Его вела Римма Разумовская 5 января в 1956 году К берегам Антарктиды Доставлена первая советская комплексная антарктическая экспедиция Она состояла как из сезонных Так и из зимующих научно-исследовательских отрядов в Антарктике Задачами экспедиции были изучение атмосферных процессов в Антарктиде И влияние их на общую циркуляцию воздушных масс Земли Выявление основных закономерностей перемещения антарктических вод Составление физико-географического описания всего региона и ледников В 1957 году, 5 января В первом номере журнала «Техника молодежи» Началась публикация романа Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» Начало в развитии советской фантастики 5 января 1967 года Исполком городского совета депутатов Демитровграда В честь 50-летия октября Приняло решение о переименовании ряда улиц Присвоив им имена защитников советской власти О музыкальных событиях, которые произошли в этот день Расскажет мой коллега Алексей Сорокин Этот день в истории музыки 5 января появились на свет композитор Педагог Пианист Николай Метнер Органист Пианист Пьер Пала Аккордеонист Народный артист Российской Федерации Юрий Дранго Автор Композитор Певец Продюсер Танцор Диджей Бобо Певец Мэрлин Мэнсон В 1791 году Моцарт сочинил последний по счету концерт Для фортепиано с оркестром номер 27 Си бемоль мажор В 1979 году Исполнитель Принц Дал свой первый концерт В 1980 году Донна Саммер заняла первое место в США с двухдисковым сборником лучших песен В 1983 году группа Everything But The Girl дала свой первый концерт в Лондоне В 1991 году Мадонна возглавила американский сингловый чарт с песней Justify My Love, написанной совместно с Ленни Кравицем В 2003 году дебютный альбом канадской певицы Аврил Лавин Латгоу возглавил британский чарт Исторический хронограф Веселые и шумные новогодние праздники всегда сопровождаются продолжительным застольем Но нужно знать меру, особенно в случае с алкогольными напитками Начинается все с шампанского Этот неотъемлемый атрибут Нового года есть на каждом столе Только вот многие им не ограничиваются Поэтому специалисты советуют быть предельно осторожными с употреблением спиртного в период новогодних праздников Продолжит врач-психиатр-нарколог Ульяновской областной клинической наркологической больницы Лилия Богданова Пациентов, обращающихся за наркологической помощью в новогодние праздники, можно разделить на две группы Во-первых, это хронические алкоголики Люди на второй и на третьей стадии зависимости Как ни странно, их январские праздники не сильно беспокоят В них выработались свои запойные циклы Они пьют вне зависимости от дня недели, времени года Второй большой группой считаются те, кто спиртные напитки употребляют эпизодически, ситуационно Во время и сразу после январских праздников таких пациентов у нас большинство Они обращаются, чтобы выйти из запоя, прийти в себя и к рабочим будням Статистика Ульяновской области показывает, что за январь 2021 года 32% пациентов поступили в первые 10 дней новогодних праздников, а это 130 человек За весь же январь за помощью обратилось 400 человек Статистика радует уменьшением количества обращений граждан с наркологической проблемой По сравнению с 2020 годом А с какими проблемами чаще всего обращаются граждане к наркологам в празднике? В основном это 4 проблемы Первая проблема – это появление тяжелого абстинентного синдрома, вызванного отказом от алкоголя Вторая причина – продолжительный запой, употребление спиртного в течение нескольких недель Третья – интоксикация организма, включая случаи отравления суррогатными напитками И четвертое – это резкое ухудшение самочувствия, обострение заболеваний на фоне зависимости Лилия Данисовна, но ведь это не повод злоупотреблять спиртными напитками Но вообще любой праздник не является поводом к злоупотреблению спиртными напитками Мы можем позволить себе бокал шампанского или бокал белого сухого вина Кстати, именно этому напитку просит отдать предпочтение главный нарколог Евгений Брюн И не стоит повышать градус по собакалу шампанского Так же, как и чередовать его с крепкими напитками Начинать праздник шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки Способ этот достаточно рискованный, так же, как очередование Кроме того, мне бы хотелось развеять мифы, связанные с народными способами снижения вреда алкоголя и уровня опьянения Один из них о том, что за час до праздника нужно употребить масло Это дает кратковременный эффект Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует, потому что он не всасывается Так и будет происходить, пока масло не растает В результате это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту Всасывается в кровь и весь от накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм В итоге происходит алкогольный удар, как кувалда по голове Шампанское стало традиционным символом Нового года В каких количествах его можно употреблять и можно ли давать пробовать детям? В новогоднюю ночь можно выпить шампанское Это почти как ритуал Главное не злоупотреблять алкоголем Нужно помнить, что в одном бокале шампанского содержится примерно 10 грамм этанола По данным Всемирной организации здравоохранения, именно эта доза является наименее вредной для суточного употребления алкоголя Что касается несовершеннолетних и их пробы шампанского, в этом вопросе я категорична Употребление алкоголя в любом возрасте вредит организму И только представьте, какой побочный эффект алкоголь может оказать на растущий организм Не просто так в Российской Федерации существует закон о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет Если вы даете детям алкоголь, пусть даже в небольших дозах Вы должны совершенно четко понимать, что вы его приобщаетесь к алкоголизации От 10 до 20% населения, то есть это примерно каждый пятый ребенок Является носителем генетического или врожденного фактора риска алкоголизации И употребление даже самой минимальной дозы алкоголя может привести к негативным последствиям Кроме того, у ребенка формируется стереотип определенного поведения То есть праздник, значит нужно выпить Как понять, что гость получил алкогольное отравление и ему нужна медицинская помощь? Вообще в наркологии выделяют несколько стадий опьянения Которые соответствуют определенной концентрации телевого спирта в крови Это легкая степень, средняя и тяжелая степень К нам же обращаются в основном уже с тяжелой степенью То есть характерно для тяжелой степени следующее Практически полностью утрачивается связь с реальностью Речь обычно отсутствует или же произносятся только отдельные слова Нечленные раздельные звуки Пьяный не понимает речи окружающих Грубо нарушена координация походки и движений Из соматовегитативных симптомов может быть следующее То есть снижение температуры, гипотония, тошнота, рвота В тяжелых случаях не исключено наступление сопора и алкогольной комы Протрезвление происходит очень медленно Занимает минимум 2-4 дня Сопровождается отращением к еде и нарушением сна Лилия Данисовна, а как провести праздники без последствий для здоровья? Есть ли какие-то особые рекомендации? Вообще новогодние праздники нужно проводить активно Не нужно проводить все праздники перед телевизором Выходите на свежий воздух, участвуйте в конкурсах Танцуйте, катайтесь на горках Что же касается еды и употребления алкоголя То я как врач советую как можно дольше растягивать промежутки Между приемами алкоголя И пить дозами как можно меньше Главное правило соблюдения мер в употреблении Как еды, так и напитков И самая главная рекомендация Не стоит смешивать различные виды спиртных напитков Ну а в целом-то ульяновцы стали ответственнее подходить к употреблению алкоголя Как вы считаете? У нас по области в течение 5 лет Отмечается двукратное снижение количества людей Которые состоят на диспансерном учете То есть снижение заболеваемости и самим алкоголизмом И алкогольными психозами Однако отмечает тенденция к небольшому росту По пагубному употреблению алкоголя Особенно в этот и предыдущий год Это еще не диагноз синдрома зависимости Но частота потребления такая Которую уже ни при каких обстоятельствах Нельзя называть нормальной Но даже несмотря на это Я могу сказать то, что да Ульяновцы стали ответственнее подходить К употреблению алкоголя Увы, но в праздничные дни Увеличивается и количество травм Этому способствует целый ряд причин Особенно гололед и пиротехника Вкупе с человеческой невнимательностью И беспечностью Любая безобидная ситуация Может закончиться увечьем О специфике новогодних травм А также о том, как их предотвратить Нам рассказал травматолог Александр Ванюхин К наиболее частным новогодним травмам Можно отнести ожоги, обморожения Вследствие чаще всего Неосторожного поведения с пиротехникой Также в принципе можно отнести порезы При подготовлении праздничного стола И естественно травма растяжения И перелом при падении Неосторожного поведения на льду Или при использовании скользких обуви В зоне риска как дети, так и взрослые, верно? Безусловно По характеру травм, конечно, они различаются Но большинство своим травм подвержены все И взрослые, и дети А много ли тех, кто травмируется на ледовых катках Или на скользких тротуарах? Ну, примерно треть пациентов Поступающих в травмпункт Как раз получает травму И на катках, и на скользких улицах И на почищенных Используют летнюю кроссовки обувь Поэтому легко травмируются Вы уже упомянули, что одной из частых травм Являются ожоги Так вот, какие же ошибки люди совершают При обращении с пиротехникой? И чем это может быть чревато? Какими серьезными травмами? В первую очередь важно использовать Только сертифицированные пиротехнические изделия И четко следовать инструкциям Покупать пиротехнические изделия Только у проверенных продавцов Да, официальных магазинов Фитиль ни в коем случае Не поджигать на расстоянии глаз И не держать ни в коем случае Такие пиротехнические изделия в руках Ну, в первую очередь Соблюдать инструкцию А как в период новогодних праздников Все же избежать серьезных травм? В первую очередь Использовать удобную, желательно шипованную обувь Также, если для пожилых людей Использовать средство опоры Также просят Желательно тоже шипованную В принципе, также шампанские Да, довольно частая травма глаза Встречается Открывать шампанские и гристые вина Необходимо охлажденными И при открытии гортушка Ни в коем случае направлять на людей И такое бывает? Конечно А какие-нибудь бенгальские огни, хлопушки Тоже могут нанести травмы? Безусловно Неправильный подход к пиротехнике Довольно чреват травмами А для медиков Новогодние праздники Это всегда режим боевой готовности? Конечно Больше половины первичных обращений В праздничную неделю Приходится именно на новогоднюю ночь И первые сутки года Поэтому все травмпункты Все больницы города Привезены в полную боевую готовность Александр Олегович А как понять, что Следует обратиться в травмпункт? А когда лучше не медлить И вызвать скорую? По-хорошему Обращаться в травмпункт Нужно при получении травмы Любой травмы Чтобы получить Как минимум Квалифицированную помощь специалистов Не стоит заниматься самолечением Получили травму Если есть подозрения Если что-то Есть какое-то беспокойство Лучше самостоятельно Обращаться к травмпунктам Если до травмпункта Нет возможности дойти В таком случае Лучше вызвать скорую помощь Помните Наше здоровье Зависит от нас самих Нашей ответственности И знаний о технике безопасности Будьте внимательны К себе и окружающим Счастливых и безопасных Новогодних каникул Утро нового дня Программа радио Государственной телерадио Компании «Волга» Вот-вот наступит Рождество Христово Этот волшебный день Знаком каждому Еще с детства Многие отмечают Этот праздник По аналогии С Новым годом Садятся за стол На кануне вечером А в полночь С 6 на 7 января Включают телевизор Чтобы посмотреть Рождественскую службу Но знаете ли вы Какова история Этого праздника И в чем его смысл Давайте разбираться вместе Поможет нам в этом Священник Симбирской епархии Русской православной церкви Яков Коробков Доброе утро Уважаемые радиослушатели Мы с вами находимся В преддверии Одного из самых Замечательных Радостных И светлых Христианских праздников Рождества Христова Давным-давно Более Двух тысяч лет Тому назад В крохотном городке На территории Современной Палестины Произошло Это замечательное Удивительное событие Которое Оказалось Настолько Значимым Для судьбы Всего человечества Что даже В системе Летосчисления Разделило Всю Мировую Историю На две эпохи На две эры До Рождества Христов И после И удивительная Радость Рождества Для христиан Не только в том Что закончился Продолжительный И непростой Рождественский пост Не только в том Что начинаются Святки Святые дни Полные Радости Игр Колядок И дивных Рождественских Гимнов Но главным образом В том Что это Праздник Это событие Показывает Каждому человеку Насколько Дороги Насколько Драгоценны Все мы Люди Для Бога Для Творца Миров Как он Дорожит Нами И на что Он ради Нас готов В Евангелии От Иоанна Мы читаем Такие важные Слова Так возлюбил Бог Мир Что отдал Своего Единственного Сына Чтобы каждый Верующий В Него Не погиб Но имел бы Жизнь вечную Подумать Только Творец Миров Создатель Галактик И звезд Удивительный И непостижимый Бог Покидает Спокойные Славные И безмятежные Небеса И становится Во всем Нам подобным Человеком Во всем Только кроме Греха И погружается В пучину В бурлящий Котел Человеческой Жизни Оказывается В средоточии Всех Человеческих Невзгод Страдания Боли Боли Весь Весь Многовековой Стон И крик Как горестный Так и радостный Весь он Словно Был Ложится На плечи Этого Новорожденного Младенца Вся Человеческая Жизнь Во все Ее Многогранности И разноцветии Становится Понятной Для Бога Человека Теперь Бог знает На себе Каково Это Быть Человеком На земле И это Уникальное Удивительное Откровение О любви Божьей К людям Любви Снисходительной И нисходящей Даже До Воплощения Это удивительное Откровение Является Наверное Сердцевинкой Средоточием Всей христианской Радости Которая Только Поднимается Бурлит В наших Сердцах Когда мы Слышим Сами Эти волшебные Слова Рождество Христово В творчестве Многих Русских Поэтов Удивительным Образом Отражена Эта Глубокая Богословская Мысль В частности У Владимира Соловьева Есть такие Дивные Строки Да С нами Бог Не там В шатре Лазурном Не за Пределами Бесчисленных Миров Не в злом Огне И не в Дыханье Бурном И не в Уснувшей Памяти Веков Он Здесь Теперь Средь Суеты Случайной В потоке Мутном Жизненных Тревог Владеешь Ты Всерадостную Тайной Бессильно Зло Мы Вечны С нами Бог Есть Также Волшебные Совершенно Сказочные Слова У Бориса Пастернака В его Стихотворении Снег Идет Словно С видом Чудака С верхней Лестничной Площадки Крадучись Играя В прятки Сходит Небо С чердака И вот Именно Это Ощущение Сходящего На нас Неба Приближающегося К нам Неба Именно Этой Радостью Проникнуты Все Христианские Рождественские Гимны И молитвы А как Праздновали Рождество В старину На Руси Праздник Рождества Христова На Руси Всегда Праздновался Необычайно Широко И затрагивал Все слои Русского Общества Никто не был Равнодушен К этому Удивительному Событию И каждый Радовался Как мог Все праздновали В какую-то Свою Доступную Им меру И описание Этих Празднований Выражение Этой Радости Народной Можно встретить В творчестве Самых разных Писателей Первое Что наверное Приходит на ум Когда нам Хочется почитать Что-то В жанре Святочного Рассказа Это конечно же Знаменитая Гоголевская Ночь Перед Рождеством Ну и пожалуй Мальчик У Христа На елке Достоевского И несомненно Дары волхвов О Генри Какие существуют Традиции Празднования Рождества Христова Символом Этого дня Наверное Была и остается Всемирно известная Рождественская ель Вечно зеленое Дерево Символизирующее Неувядающую Жизнь Ту самую Немеркнущую Жизнь Или день Невечерний День без заката День длящийся Вечно Который Открывает Нам своим Пришествием На землю Младенец Христос Помимо Рождественской ели Неотъемлемой Частью Рождественских Праздников Были конечно же Подарки Которые люди Дарили друг Другу И которые По сути своей Восходят К тем самым Дарам Волхвов Принесенным Много столетий Назад К Рождественской Пещере Мудрецами И звездочетами С востока Какое Рождество Без известных Каждому Колядок Народных Стихов Песен И кантов Веселой Потешной Радостной Форме Прославляющих Пришествие В мир Христа Спасителя Восхваляющих Христово Рождество С сожалением Приходится Отметить Что в наше Время Традиция Рождественских Колядок Как-то Замирает Если не Сказать Что сходит На нет Они становятся Музейной Редкостью Этаким Раритетом Которые Мы слышим Едва ли Не только В записи Ну или Иногда Еще под Сводами Христианских Храмов А кстати О храмах Невозможно Не упомянуть Что средоточием И главным Местом Празднования Эпицентром Праздника Рождества Христова Если можно Так выразиться Без всякого Сомнения Для христиан Является Рождественское Богослужение Обойти Вниманием Рождественскую Службу Для христиан Равносильно Тому Как Не навестить В день рождения Именинника Ведь Не будем Забывать Что За пышными Словами И за Всей Многовековой Праздничной Мишурой Не должен От нас скрываться Очень простой И по-своему Домашний Смысл Этого праздника Рождеству Христова Это день рождения Христа И коль скоро Нам дорог Именинник То мне кажется Правильным Было бы Прийти И поздравить Его Насколько Мы сможем Сделать Это лично То есть Прийти Христианские Храмы На службу Посвященные Этому событию И влиться В ту Удивительную Реку Христианского Богослужения Прославляющего Именинника Христа Или же Вознести Христу Спасителю Хвалебную Молитву Своими Словами Рвущимися Из глубины Души Кто как Сможет Что кому Подскажет Сердце А каков Основной Смысл Этого праздника В христианской Философской Традиции Из уст В уста Кочует Одна И та же Замечательная Мысль Бог Становится Человеком Для того Чтобы человек Мог стать Богом Это означает Что Воплотившийся Господь Родившийся Под видом Беззащитного Трогательного Малыша Приходит В мир Не только для того Чтобы сердца людей Как-то умилились Глядя впоследствии На эту Картину Но во Христе Бог Обращается Ко всему Человечеству И произносит Некую Окончательную Правду Божию Правду Делится С людьми Своей Точкой Зрения На Извечный Вопрос Что такое Хорошо И что Такое Плохо И открывая В евангельском Учении Эту Божию Правду Христос Зовет Каждого За собой Если Мы Имеем Смелость И решимость Стать Его Значит И к нам Относятся Сказанные Некогда Им Слова Потому Узнают Все Что вы Мои Ученики Если будете Иметь Любовь Между Собою Именно Этой Неземной Подлинно Божественной Любви Любви Которую Только Сам Небесный Бог Может Даровать Верующему Ищущему Его Человеку Именно Такой Радостной Жертвенной Всеобъемлющей Любви Я и желаю Всем Вам Дорогие Радиослушатели А чего Не стоит Делать В Рождество Из года В год Православные Священники Настойчиво Твердят О том Что Вопреки Устоявшимся И сложившимся Издревле Традициям Ни в дни Рождества Ни во все Оставшиеся Дни Года Не стоит Гадать Да Именно Так Несмотря На то Что Святочные Гадания Многими Воспринимаются Как Неотъемлемая Даже не всей Истории Гадание Признавалось И считалось Деянием Богопротивным Ну а попросту Говоря Нечестным Недостойным Культурного Человека Я бы сравнил Гадающего Человека С ребенком Который Подсматривает За родителями В замочную Скважину Он прекрасно Осведомлен О том Что Подсматривать Нехорошо Да вдобавок И родители Ему это запрещали Но любопытство Или что-то иное В нем Пересиливает Берет верх И он встает За дверью Прижимается К ней ухом Или тем или иным путем Стремится узнать Что же происходит За запертыми дверями Именно это Неизбывное И настойчивое Желание Узнать то Что сокрыто От нас Богом В будущем Как раз таки Выражается В форме Гаданий И как раз таки Порицается Церковью Как нечто Непозволительное Или просто Недостойное Христианского Звания Если Вы не хотите Оскорбить Бога Подсматриванием В замочную скважину То не гадайте Ни в одни святок Ни вообще Никогда Выслушали Священника Симбирской Епархии Русской Православной Церкви Якова Коробкова Сегодня Заведующий Музеем Конспиративная Квартира Симбирской Группы РСДРП Станислав Игнатов Расскажет Нам про Памятники Которые Находятся На площади 30-летия Победы Наш край Ульяновская Область Сегодня мы расскажем Вам про памятники Посвященные Воинам Интернационалистам И участникам Вокальных конфликтов На площади 30-летия Победы В 1995 Году Рядом с Собилицком Установили памятник Воинам Павшим в Афганистане Работа Ситкультора Олега Анатольевича Клюева И архитектора Владимира Павловича Сергеенко Первоначальный Памятник Афганцам Планировался Установить На пересечении Улиц Плеханова И Хаутурина Рядом с гостиницей Октябрьской В феврале 1990 года Там прошла церемония Закладки Монумента Планировалось В ближайшее время Установить памятник Но в стране Идут перемены И распадает Советский Союз Идеи по созданию Памятника Пришлось отложить В начале 90-х Разбавляется обсуждение Где же Установить новый памятник И приходят к мысли Что новый памятник Удачно наполнит Существующую площадь Крестлетия Победы Официальный памятник Был открыт 24 июня 1995 года Несколько раз Памятник ремонтировался И современный облик Он получил В 2015 году На памятнике Были заменены плиты Выгравленные имена Погибших ульяновцев А также Орден Красной Звезды Медаль за отвагу И за боевые заслуги На оборотной стороне Карта Афганистана И даты 1979-1989 год Образите внимание Что памятник Разелен символической аркой Выполненной из железобетона Пройдя через нее И спустившись чуть ниже Можно увидеть Что за памятной плитой Посвященной погибшим Воинам-интернационалистам Представлен ансамбль Из памятников Скульптора Олега Анатольевича Клюзу В центре Представлен Скорбящий май Вокруг нее Последние моменты жизни И смерти Воинов-интернационалистов Памятные композиции Сделаны из железобетона И выполнены Довольно-таки В австрактном стиле Поэтому каждый из нас Будет по-своему Интерпретировать Каждую из этих фигур 15 мая 1999 года Рядом с памятником Воинам-интернационалистам Открыли памятную композицию Тех же авторов Олега Анатольевича Клюева И архитектора Владимира Павловича Сергеенко С именами бойцов Погибших И пропавших в Белевистии Во время вооруженных конфликтов На территории Северной Кавказа И других локальных конфликтов Рядом с этой композицией 11 декабря 2015 года Был открыт памятник Скорбящей Мать Приурочен он К 21 годовщине Ввода российских войск На территорию Чеченской Республики Автором памятника Является Олег Анатольевич Клюев Выполнен он Из композитного материала Имитирующего бронзу Высота фигуры Около 2 метров Кстати говоря Если ночью Пройтись По площади 30-летней Победы У действительно Ощущение Что рядом С памятными плитами Сидит Скорбящая Мать Памятник Представляет собой Фигуру Скорбящей женщины Рядом С мемориальной доской Она Ладила Закрылась Лицо Оплакивая Свою утрату Этот Собирательный Образ Отражает Трагедию Матери Чьи дети Погибли На Северном Кавказе Рядом С музеем Конспиративной Квартиры Сибирской Группы РСДРП Которая Находится Чуть ниже Вечного огня Если спуститься По перелопу Зеленым Находится Аллея памяти Павшим В Афганистане И на Северном Кавказе Она была заложена В 2005 году Инициатором Выступили местные Органы власти Ветераны войн Долы и матери Погибших В данных Войных конфликтах На аллее Были посажены Памятные деревья И установлены Именные таблички В честь погибших Ульянов Спустя 10 лет В 2015 году Рядом с Аллеей памяти Спавших в Афганистане И на Северном Кавказе Инициатива общественности Ветеранов Локальных войн И при поддержке Правительства Левянской области Была установлена Памятная пельта На которой Можно прочитать Следующие слова Тем, кто в свои 20 лет Понял столько Что иному И в 100 Не понять Тем, кто под грифом 200 Груды цинков Ползали С бортов Кто остался Воздушной пехоты Ныне и пресной И во веки веков Рядом с Аллеей Была установлена Символическая площадка Которая можно размышлять И вспоминать Героев-урьянцев Погибших в локальных войнах До конца Испомниться Свой дух Вот и все На этот час С вами был Алексей Сорокин До свидания Снег идет Снег идет К белым звездочкам В буране тянутся Цветы герани За оконный переплет Снег идет И все В смятенье Все пускается В полет Черной лестнице Ступени Перекрестка Поворот Снег идет Снег идет Словно падают Не хлопья А в заплатанном Солопе Сходит на земле Небосвод Словно С видом Чудака С верхней Лестничной Площадки Крадучись Играя В прятки Сходит Небо С чердака Потому что Жизнь не ждет Не оглянешься И святки Только промежуток Краткий Смотришь там И Новый год Смотришь там И Новый год Снег идет Густой Густой В ногу с ним Стопами Тени В том же Темпе С ленью Той Или с той же Быстротой Может быть Проходит Время Может быть За годом Год Следуют Как снег Идет Или как Слова В поэме Может быть Проходит Время Может быть За годом Год Снег Идет Снег Идет Снег Идет И все В смятении Убеленный Пешеход Удивленные Растенья Перекрестка Поворот Снег Идет Снег Идет Снег Идет Снег Идет Идет Снег 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 Идет Идет Снег Идет Снег Идет Снег Идет Снег Идет Снег Продолжение следует...